Здесь мы видим современную купюру 60 тайских бат. Она помещена в нашу кунсткамеру, поскольку это самая большая по размерам купюра, находящаяся сегодня в обращении 16 на 16 сантиметров. Здесь представлены мировые денежные шедевры разных лет. Это одна из самых креативных монет, конусообразная. Пользовались ею в Сомали. Эксперты отмечают, чем беднее и меньше государства, тем необычнее его валюта. Вот, к примеру, монета с сушеным клевером с острова Кука. Единственная узаконенная в мире деревянная монета – 5 франков Конго. Ну, такая шутка правительства Конго. По идее, Россия так должна была пошутить и выпустить деревянный рубль. Но они нас опередили. То есть ей можно было расплачиваться, когда она выходила, но они не поступили в оборот, разошлись по коллекционерам. А это экспозиция псевдоденег – купюр несуществующих государств Атлантиды, Антарктики, острова Пасхи. Они остаются сувенирами для туристов. Здесь можно увидеть и единственные деньги, которые печатались вручную в Бухаре, и уральские франки, и монеты номиналом в ноль рублей. Курьезом, связанным с банкнотами, в галерее посвящен целый этаж. Эта серия экспонатов – попытка заинтересовать Банк России, изменить облик существующих купюр, вернуть на них портреты. На российских деньгах до 90-х годов всегда были изображены лица монархов и вождей. Если бы идея была поддержана, то сегодня мы бы пользовались купюрами с изображениями Менделеева, Толстого, Чайковского. Копилки, дамские кошельки, расшитые бисером, вещи для хранения денег – здесь тоже предметы искусства. А эта казна – прототип современного сейфа. В этой казне там три замка. И средний замок, он вообще музыкальный. А музыкальные замки делали как сигнализацию, в принципе. Там были простые мелодии, но когда кто-то открывал, если его, то тогда, получается, он звучал. Многие экспонаты представлены на широкое обозрение впервые. Дорогая во всех смыслах выставка продлится до конца июля. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.